Здравствуйте! Вы смотрите новости МТРК. В студии работает Александра Солмина. И сейчас я коротко расскажу вам о главных темах выпуска. Бизнес-сотрудничество с российскими заводами. В минувшие выходные делегация Североказахстанской области побывала в Челябинске и Магнитогорске. По каким направлениям выгодно такое сотрудничество? Помощь даже в самых отдаленных районах области. В регионе продолжает работать мобильный центр обслуживания населения. Долгожданный старт. Начался финальный этап детской спортивной игры «Я чемпион». За кубок поборются больше полутора сотен юных североказахстанцев. Теперь обо всем подробнее. Расширение границ сотрудничества. Делегация Северного Казахстана, в которую вошли представители предприятий региона, посетила Челябинскую область. Цель поездки – определение сфер взаимовыгодного сотрудничества. Североказахстанцы побывали на предприятиях Челябинска и встретились с предпринимателями. Репортаж Ксении Куценко. Автомобильный кран «Челябинец» можно встретить на строительных площадках всего мира. В настоящее время модельный ряд гусеничных и дизель-электрических кранов ДЭК состоит из восьми моделей серийного производства. Продукция Челябинского механического завода зарекомендовала себя как надежная техника, вне зависимости от климата и условий эксплуатации. Сегодня завод работает с 49 странами мира. По итогам 2014 года порядка 30% всей продукции было поставлено на экспорт в Казахстан и Узбекистан. Об истории завода, цехах и оборудовании. В небольшом музее собрана информация о предприятии. Техника пользуется популярностью. Грузоподъемность автомобильных кранов от 25 до 50 тонн. Разработка модели, проектирование, сборка. Одна машина в среднем состоит из 23 тысяч деталей. Налажены две линии производства. У нас достаточно много сейчас оставок готовой продукции в Казахстан. В силу сложившихся денежных разниц между вами, наверное, порядка 10 машин мы, наверное, грузим. 10 нам, да? Ну, может, 7 по месяцу. Интересным заводчанам работа с зарубежными партнерами. Сегодня три дилерских центра работают на территории постсоветских стран. Заинтересованы в сотрудничестве и североказахстанцы. Когда мы на них всегда за всех это поставляем, обороны, там же подъемники, буровые установки. И они тоже нужны. И они, допустим, сегодня они поставляют, покупают напрямую, хотя в Альтинске операцию через нас. А это Челябинский трубопрокатный завод. Предприятие ломает стереотипы о привычных металлургических комплексах. Высота 239. Первый проект белой металлургии. Запущен цех в 2010 году. Удивляет завод не только почти стерильной чистотой в цехах, но и уникальным цветным дизайном помещений. Общая сумма инвестиций, вложенных в это производство, превышает 20 миллиардов рублей. Оборудование все практически на 90% поставлено компанией «СМСМИР», которая является лидером в металлургии, в промышленности. Продукция поставляется в большие объемы. Это, конечно, наш российский рынок. «Газпром», «Транснефть», «Лукойл». Ну, также поставляли трубы и в Мексиканский залив. Сейчас идет проект ББШ Баваненко «Байзой-Шимкент» в Казахстан. Газопровод. Сейчас будем производить «Силу Сибири». То есть это крупнейший газопровод в Китае. Каждая труба обязательно проходит специальный контроль качества. Гарантия на продукцию 50 лет. Производство в цехе не останавливается. Объем – порядка 60 тысяч тонн труб в год. Вечная мерзлота, сейсмоопасные зоны, дно морей. Эти трубы выдержат любые условия. Здесь есть чему поучиться у российских коллег, считает Николай Потапов. «Обеспечение высоких требований технологий и качества выпускаем продукции, которые контроль за качеством выпускаем продукции. То есть это 100% гарантия качества трубы поставляется высшего класса, высшей категории. Впечатление громадное». А такие трубные узлы любой сложности и конфигурации изготавливают на предприятии соединительные отводы трубопроводов. Специальное оборудование позволяет сделать несколько изгибов на трубе без использования сварки. Для этого применяют ток высокой частоты. Работают здесь только под заказ. Производство полностью автоматизировано. Его мощность порядка 10 тысяч тонн в год. После посещения предприятий деловые переговоры с коллегами из России. Каждая из сторон заинтересована в кооперации в разных сферах. «Сегодня на наши площадки может зайти человек. Может работать через технологии и через компетенции с нами. Может работать через субконтрактацию и субподряды с нами. И мы максимально будем раскрываться. Уже обсудили, что вас интересуют форматы малых и средних проектов с невысокой инвестиционной емкостью, с возможностью хорошей локализации на ваших предприятиях». Делегация из Северного Казахстана в Челябинск приезжает впервые. Главная цель – определить возможности сотрудничества. «30 сентября было подписано соглашение между руководством Челябинской области, губернатором и Акимом Североказахстанской области во время официального визита главы Российской Федерации в Казахстан, форум Межрегионной сотрудничества в Казахстане России, который проходил в АТРО, подписали соглашение. Мы также, как и вы, делаем большую ставку на развитие машиностроения. Зарождается у нас отрасль цветной металлургии. И у вас это уже исторически сложилось, и нам есть на что равняться». На встречу в Южно-Уральскую торговую промышленную палату пришли порядка 35 предпринимателей Челябинска. С вопросами и предложениями к представителям североказахстанских предприятий выстраиваются очереди. «Нам очень интересно работать с Казахстаном. Уже успел обменяться одним контактом. Завод имени Кирова. Здесь требуется наладить связку между инженерной программой и 1С. Это мы умеем и готовы в ближайшее время связаться и такой проект сделать». «Варианты есть какие. Это розничные продажи, оптовые продажи, дилерские отношения. Например, комплектация уже продукции наших клиентов, таких, например, как вагоны, готовки и прочая продукция. Так что работать можем по всем направлениям». Деловые переговоры завершены. Представители обеих сторон надеются, что озвученные идеи и предложения будут реализованы в совместных проектах. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК. В рамках рабочей поездки в Челябинскую область делегация Северного Казахстана посетила и Магнитогорск. В каких сферах планируют наладить бизнес-отношения представителей Казахстана и России, смотрите далее. Закрытое акционерное общество «Уралспецмаш» входит в число 100 самых крупных производственных предприятий Уральского федерального округа. Сегодня на заводе работают три цеха – сборочный, механический и цех новой техники. По последнему производственному помещению для гостей Северного Казахстана экскурсию проводят директоры предприятия Владимир Мещерин. Кратко, но информативно рассказывают о каждом виде выпускаемой продукции. А создают технику здесь для работы в разных сферах – металлургия, цветная промышленность, строительство, добыча полезных ископаемых. Современное технологическое оснащение позволяет изготавливать на заводе уникальное, нестандартное оборудование по эскизам заказчика. А вот это гордость заводчан – погрузочно-доставочная машина. Ее грузоподъемность достигает 10 тысяч килограммов. Короткая передача пока европейская. Но, к сожалению, в России пока никто не может производить. Это все наш. И проект наш, и компоненты, и российские. В переговорах за круглым столом принимают участие представители крупнейших производств Магнитогорска. Стороны почти в один голос говорят о необходимости кооперации и ее выгоде для каждого. Хотелось бы обсудить наши проблемы. То, что есть у вас, у нас. Найти точки соприкосновения. Тем более, что мы с вами входим в Екатеринский союз. Уже Евразийский экономический союз. Так что нам работать нужно. Искать более долгосрочные отношения, выстраивать по всем направлениям. Надеюсь, что ваш визит станет отправленной точкой в нашем отношении. Много точек соприкосновения для организации совместного бизнеса видят и североказахстанцы. Североказахстанская область, как и Челябинская область, они достаточно сильные аграрный регион. Здесь есть чему друг у друга перенять опыт и поучиться. Второе. Пищевая промышленность, которая развита у нас, так же, как, в принципе, мы слышали и у вас, сильные предприятия. Здесь, опять же, кооперация, торговля. Здесь тоже есть над чем поработать. Более того, вот, к примеру, два наших предприятия, Казминский продукт, Молпродукт, Молочный союз, они поставляют уже продукцию на рынке области вашей. Немного о заводах и возможных вариантах сотрудничества. Разговор получился. Это первый шаг к построению новых отношений с казахстанцами, считают российские бизнесмены. Наш Монтогорский, является промышленным городом, найдет там свои рынки сбыта продукции, то есть и в том числе наше предприятие, которое направлено на Казахстан. Не так давно наша делегация посетила Алматы, ездили в Кастанай, налаживали контакты. Совсем недавно объявили тендер по выбору дилеров и представителей по распространению нашей продукции именно в Казахстане. В свете этих вот событий состоявшаяся встреча, она очень продуктивна и у нас уже появились новые контакты, то есть мы сейчас будем работать над этим. Металлургическая столица России, так еще называют Магнитогорск, все из-за того, что на территории города расположено крупнейшее предприятие черной металлургии в мире. Цеха завода занимает общую площадь порядка 400 гектаров, треть всего города. К слову, на комбинате осуществляется полный цикл, от добычи руды до выпуска уже готового изделия из металла. Потому завод разделен на несколько блоков. Впечатляют и объемы производства. Металлоконструкции порядка 11,5 тонн стали на миллион тонн больше. Североказахстанцам показали работу в нескольких цехах, рассказали о технологии. Наши предприниматели готовы заключить договоры на поставку этой продукции. Впечатления, конечно, очень большие. Конечно, это история. Ну, в планах, естественно, сотрудничества. У нас потребность есть в оцинкованной стали. Надеемся, что если будет цена и качество приемлемы для нас, то надеемся, что будем сотрудничать. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Вкусно и натурально. Больше чем на миллиард тенге произвели продукции на предприятии «Казмясопродукт» в прошлом году. В месяц там выпускают до 60 тонн колбасных изделий. Радуют потребителя широким ассортиментом. На выбор около сотни видов колбас и деликатесов. С производственным процессом знакомилась наша съемочная группа. Докторская, любительская, венгерская, краковская. Именно эти колбасы по вкусу североказахстанцам, говорят продавцы мясной лавки. В магазинах можно встретить как популярную продукцию предприятия «Казмясопродукт», так и новые деликатесы. Гурманов они стараются радовать новинками. Каждый год ассортимент расширяют. К примеру, в этом освоили производство пельменей, сыровяленых колбас и маринадов. Выпускают около сотни видов изделий. Алтына из Олимбекова всегда покупает товары этой торговой марки. Привлекает ее не только большой выбор, но и отличное качество. Я всегда свежий, я всегда выбор большой. Хорошее соотношение качества и цены. Очень выгодно. Мясной продукт действительно свежий. Поставщики сырья местные сельхозпредприятия сотрудничают с товариществом давно. Перед тем, как попасть на стол потребителя, мясо проходит не одну стадию обработки. Эти туши только после забоя. Сейчас их взвешивают, затем отправляют в цех. Охлажденные туши попадают на стол для обвалки и жиловки, в процессе которых развязывается мясо, отделяются кости, убирается грубая жилка, соединительная ткань и мясо делится на сорта. Выше первого и второго сорта. Дальше мясо делится на кусочки и идет в посол. Для этого используют вот такой инъектор. Процесс посола с ним сократился до 10-15 минут вместо двух суток. А вот так готовят фарш на колбасу. Мясо измельчают. Чем тоньше и структурнее, тем лучше. В кутере оно буквально превращается в пюре. Все здесь автоматизировано, поэтому сотрудники только задают программу и следят за работой машин. Уже после наполнения мясные деликатесы ждет термическая обработка. Нашим предприятием в прошлом году было обновлено оборудование. В частности, были приобретены две современных западноевропейских камеры, термокамеры фирмы Фейсман и фирмы Шалер, которые позволяют качественно и, самое главное, без особого вмешательства человека произвести технологический процесс. Всего здесь четыре камеры. Деликатесы и колбасы получаются румяными и ароматными. За смену выпускают около 4-6 тонн готовой продукции. Чтобы ее оценили потребители, нужно постоянно идти вперед, говорит директор товарищества Аркадий Вознюк. Наша продукция представлена не только в городе Петропавловске, также у нас есть магазины в городе Астана. Но, конечно, мы ориентируемся на своего местного покупателя, потому что завоевать авторитет и отношение к нашей продукции достойное – это задача самая сложная, с которой мы с успехом справляемся. Об этом говорят вот эти награды, медали и дипломы, завоеванные на республиканских и международных выставках и конкурсах. Больше всего здесь гордятся званием «Лидер отрасли-2014». В производстве совсем не используют СОЮ. Ценят это не только североказахстанцы, но и жители столицы и Российской Федерации. За 10 лет работы компания стала достойным конкурентом как среди местных, так и мировых производителей. Но останавливаться здесь не собираются. В планах развиваться и расширять предприятие. Александра Солмина, Владимир Боровков, новости МТРК. А у нас реклама, а сразу после мы продолжим рассказывать о самом важном и интересном. Не пропустите. Такого еще не было. Невероятная, грандиозная акция от компании «Казградстрой». Выбирайте квартиру в новостройке с рассрочкой на 3 года. Без процентов, без переплаты. Внесите 30% и составьте собственный, удобный для вас график платежей. Рассрочка на 3 года в жилом комплексе «Кызылжар» под 0% годовых. Подробности в офисе компании «Казградстрой». Улица Интернациональная, 41А. Телефоны 36 19 19 50 08 07. Спасибо, что не переключаете канал. Мы продолжаем. Жестокое преступление в Петропавловске. В ночь с 24 на 25 марта в областном центре убили девушку. Она работала водителем в службе такси. Подозреваемый уже задержан. Идет следствие. Подробности далее. Информация о пропаже машины Део Матис и девушки-водителя, которая работала в службе такси, появилась вчера в одной из петропавловских групп в социальных сетях. Позже здесь же сообщили об убийстве. Запись о чрезвычайном происшествии стала самой обсуждаемой за прошедший день. Интернет-пользователи выражали соболезнования родным и обсуждали жестокость преступников. Факт убийства горожанки в полиции подтвердили. Сотрудниками УВД города Петропавловска по факту обнаружения трупа 29-летней жительницы областного центра начато досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан убийства. В ходе оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан житель города Петропавловска 1993 года рождения. По данному факту назначен ряд необходимых экспертиз, проводится расследование. Труп девушки обнаружили за городом. Позже на одной из городских улиц был найден брошенный автомобиль. Как оказалось, подозреваемый молодой человек был клиентом такси. Подробности произошедшего в страже порядка сейчас выясняют. Если вина задержанного будет доказана, то ему грозит до 20 лет лишения свободы. Кристина Горбаченко, Владимир Боровков, Новости МТРК. Государственные услуги доступнее. В Северном Казахстане работает мобильный центр обслуживания населения. Он уже побывал в 13 сельских округах области. Консультации и услуги получили 67 североказахстанцев. Репортаж Кристины Горбаченко. Это уже 14-й выезд мобильного цена. В этот раз госуслуги и консультации получают жители Соколовского сельского округа. Здесь проживают 2523 человека. Файзрахман Шамсуддинов в апреле выходит на пенсию. Сейчас самое время позаботиться о пакете документов, которые необходимы для начисления пособия. Я пришел сюда насчет документов, оформить пенсию. Узнал, что тут приезжают, это же удобно. Чаще всего сельчане обращаются к специалистам за адресными справками, оформить свидетельство о рождении и регистрируют недвижимость. Мобильный ЦОН дает больше возможностей. Он работает в рамках меморандума, заключенного между несколькими госучреждениями, оказывающими услуги населению. 12 марта текущего года между Республиканским государственным предприятием Государственный центр выплаты пенсии, Акционерное общество Казпочта, а также Республиканского государственного предприятия Центра обслуживания населения заключен меморандум по взаимопониманию и сотрудничеству для оказания совместных государственных услуг. На сегодняшний день Центр обслуживания населения оказывает 156 госуслуг. Сегодня мы выехали в Соколовский сельский округ для того, чтобы провести данную работу. Те, кто обратился за госуслугой, а для ее получения необходимо время, через несколько дней смогут забрать документ здесь, на месте, не выезжая в районный центр. Мобильный ЦОН в село будет приезжать повторно. Кристина Горбаченко, Владимир Боровков, Новости МТРК. Дорога и у добра. Акцию под таким названием провели учащиеся гуманитарного колледжа имени Макжана Жумабаева. Посвятили ее 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Продолжит тему Гульнара Кали. Нине Афанасьевне Жуковой есть, что рассказать студентам гуманитарного колледжа. Детство было нелегким, когда началась война, ей было 11 лет. Вместе со взрослыми трудилась поле в родном колхозе «Большевик», ныне Мамлюцкого района. Косилками косили траву и хлеб, а мы собирали этими граблями железными на лошади волки собирали. А потом эти волки в копны собирали. И копны возили на волокушах, быки забряжены. Уже в мирное время, более 40 лет, Нина Жукова проработала фельдшером-акушером. На встрече студенты в знак уважения и внимания вручили труженице тыла пакет с продуктами. Это одно из мероприятий, запланированных в рамках акции «Дорога и добра». Кстати, в преддверии науры за студенты провели благотворительную ярмарку, а вырученные деньги передали в качестве социальной помощи ветеранам. Мы хотим выразить благодарность ветеранам и труженикам тыла, которые мужественно не просто пережили год до войны и перетерпели, а трудились, сражались и воевали за жизнь будущих поколений. За студентами гуманитарного колледжа закреплены 4 труженика тыла. Они окружены вниманием и заботой. Акция «Дорога и добра» стартовала 1 марта и продлится до декабря. Посвящена она 70-летию победы. Гульнара Кали, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. Кубок Науры с 2015 разыгран. За пальму первенства боролись команды Северного Казахстана и города Астаны. Кто был более остроумным и находчивым, расскажет Арман Бендер. Кубок Науры с 2015 проводится ежегодно в эти дни. Шанс стать победителем фестиваля юмора есть у каждой команды. Зрители, конечно же, ожидают от КВНщиков остроумных шуток. Я думаю, что игра будет очень веселая, очень зрелищная. Я болею за команду СКО. Жду от игры самого интересного и самое главное, чтобы это подняло настроение. Фестиваль КВН проводит для повышения статуса казахского языка среди молодежи. И с каждым годом количество участников растет. На сцене выступила новая команда сборной СКО. В ее составе сельчане. Сегодня будет много шуток на тему праздника Науры. За кубок поборются 8 команд. Шесть из них наши областные и две столичные. Это Еля-Арда и сборная Астанинского техническо-экономического колледжа. На фестивале можно было увидеть и новичков, и опытных КВНщиков. Аблайхан Джахсох не первый год играет за команду города Петропавловска. Рассчитывает только на победу. Думаю, что все команды будут играть на высоком уровне. Каждая по-своему отличается. Готовились к фестивалю на протяжении долгого времени. Подготовили свои фишки. По итогам юмористического конкурса обладателем Кубка Науры с 2015 стала команда города Петропавловска. Арман Байанды, Желудзбекир Муханов, Новости Энтерка. А теперь новости спорта. В Петропавловске стартовал финальный этап детской спортивной игры «Я чемпион». На финишную прямую вышли лучшие 16 команд, из которых 3 городские. Порядка 160 школьников в течение 4 дней поборются за пальму первенства. Об открытии состязаний рассказывает Денис Явков. Скорость, меткость, внимательность и ловкость – те термины, которые сопутствуют детской спортивной игре «Я чемпион». Сегодня финальный этап. В нем принимают участие порядка 160 человек. До открытия состязания остались считанные секунды. В зале детско-юношеской спортивной школы особая атмосфера. Команды на построении, в ярких спортивных формах, с боевым настроем. Они в предвкушении старта. Участников проекта «Я чемпион» приветствует глава региона. Ерик Султанов пожелал школьникам успехов в состязании. Проект «Я чемпион», запущенный в начале учебного года в военном Собирии, в парке «Вратарь», превратился в массовое спортивное движение. Более 8 тысяч северно-станческих школьников со всех районов и областного центра стали участниками. Желаю вам красивых и достойных побед. Новых успехов и достижений. Победа, друзья! А это главный трофей соревнований. Именно за кубок победителей «Я чемпион» в течение четырех дней будут пороться лучшие из 16 команд из районов и города Петропавловска. Они успешно прошли первые два этапа игры и получили возможность стать участниками заключительного. Кстати, у авторов проекта есть планы расширить горизонты игры. Хочу, чтобы этот проект стал общереспубликанским детским спортивным движением. Чтобы дети в любой сельской отдаленной школе могли играть в «Я чемпион», могли стремиться к победе, могли участвовать в республиканских играх. Декорации, все вот этот весь антураж мы сделали своими силами здесь, с местными предпринимателями. Конкуренция на площадке обещает быть жесткой. Все участники настроены только на победу. Их активно поддерживают болельщики. Мы прошли в финал, а сейчас мы совсем не боимся вот здесь участвовать, победить. Мы, Валихамский район, команда Сунхар, надеемся на призовое место. Тут есть команды, которые могут, допустим, победить. Это Исиль, я посмотрел здесь, город Петропавловск команда, и Аккаинский. И вот старт первому конкурсу Дан. Без заправленных, гол, финаловый, аккаинский район. В синем команда «Радуга» из Мамлюцкого района. В красном «Виктория» из Аиртаускова. Проползти через вот такой тоннель, а после теннисным мячом попасть в перчатку бейсболиста, задача не из легких, и не каждому она оказалась под силу. Надо сказать, что программа финальных игр насыщенная. Победитель выявляется по принципу, где не учитываются очки, только будут учитываться в конкурсе капитанов. Во всех же остальных это будет борьба за секунды, за время, где меньшее количество времени команда затратившая на выполнение этой эстафеты, та и побеждает. Победа в этой паре осталась за школьниками в красной форме. Адреналин, драйв и то, что силу чувствуется. Сезон детской спортивной игры «Я чемпион» завершится 29 марта. И тогда мы узнаем, кто стал обладателем главного трофея состязаний. Денис Сливков, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. В завершении выпуска штормовой предупреждение. 28-29 марта на территории Североказахстанской области ожидается понижение температуры воздуха ночью до 20 градусов мороза. Местами столбик термометра может опуститься до 20 градусов со знаком «минус». В связи с этим в департаменте по чрезвычайным ситуациям рекомендуют североказахстанцам принять меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности и предупреждения ЧАЭС. Что ж, это все, о чем мы хотели вам рассказать. Смотрите новости МТРК, будьте в курсе событий. До встречи! Качественная кожаная обувь Юничел Новая весенняя коллекция Качественная кожаная обувь Южная Субтитры подогнал «Симон»